Привет, красотка! Сегодня по-настоящему особенный день. Не знаю, догадывается ли кто-то, почему, но если вы прямо сейчас, находясь на этом канале, зайдете во вкладку «О канале», скорее всего, вы поймете, о чем речь. Дело в том, что ровно 7 лет назад, в этот самый день, я создала свой канал. Канал, на котором сейчас находитесь вы, канал, для которого сейчас я снимаю это видео. Я сейчас говорю, и прямо мурашки по телу. Я помню этот день как сейчас. Даже не то, что этот день, а этот момент. Помню, как сидела при свете настольной лампы, поздной ночью, шерстила разные каналы на ютубе, и все думала, а не попробовать ли и мне. И, кстати, между днем, когда я создала канал, и днем, когда я выставила свое первое видео, прошло аж 3 месяца. Так что в тот день, когда я его создала, это просто было такое «Окей, и что дальше?». Но уверенность, что мне это надо, уверенность, что я этого хочу, была на 100%. Поэтому мы сейчас здесь с вами и собрались. Мы вместе с вами смеялись над скетчами о типичных девушках. Вместе снимали челленджи, сдавали ЕГЭ, поступали в университет, погружались в бьюти-сферу с головой. С вами я разделила радость того, что выхожу замуж. Большая часть аудитории присоединилась ко мне во время моей беременности, а после рождения Евы мы, на удивление, стали с вами еще ближе. Мы вместе готовили, путешествовали, бегали по утрам, прибирались, лечили зубы, тестировали косметику с Fixed Price, радовались первому миллиону, а затем и второму. И неизвестно, что нас ждет дальше, как и не было это известно в тот день, когда создавала канал. И сегодня, в честь такой даты, я решила снять довольно-таки необычное для себя видео. Я буду отвечать на 50 вопросов, которые ни разу не слышала и не видела. Отвечать я буду абсолютно без подготовки, вот прям спонтанно, как сижу сейчас, хлебну только кофеек. Задавать вопросы будет мой любимый и неповторимый муж, чтобы мне не было так страшно. Думаю, это будет интересно и тем, кто знает меня давно, потому что вопросы будут самые разные. Я сама реально не знаю, что там будет. Возможно, вы меня узнаете с новой стороны. Так и для тех, кто впервые оказался вдруг на этом канале, именно с этого видео. Так как вопросов 50, это немалое количество, отвечать мне нужно кратко, но емко. Хотя, зная меня и то, как я люблю поговорить, я обещаю. Присоединяйтесь ко мне с кружочкой чего-нибудь тепленького и начнем. Сколько тебе лет? 24 года. Сколько бы ты дала себе лет, если бы ты не знала свой возраст? Интересный вопрос. Внешне примерно столько же, наверное. Сейчас смотрю на себя в отражении, где вот этот экранчик и думаю. Наверное, как у всех, с косметикой можно дать и 27, особенно с красной помадой. Без косметики мне вообще 16. Но если не по внешним судить параметрам, а, например, поговорив со мной, то есть, скажем, я бы встретила такую же, как я, не знала бы, сколько ей лет, но мы бы с ней поговорили, я бы узнала немножко о ее жизни, о том, что у нее есть ребенок, она замужем, такой-то уровень развития, дохода и бла-бла-бла, то я бы дала не меньше 32. Еще с чем это может быть связано? Как я вижу реакцию с стороны окружающих, когда люди со мной говорят, не знаю моего возраста, потом они удивляются, что мне там 24. Я это, наверное, связываю с тем, что действительно какие-то факторы, которые обычно от 30 начинают интересовать, типа брак, ребенок, свое дело, достаток, плюс мои разговоры о здоровье, потому что иногда кажется, что типа мне уже лет 40, я такая, ребята, надо, короче, вот это делать, вот к этим ребятам ходить, зубки лечить, за здоровьем следить. Обычно в период с 20 до 30 люди не особо об этом задумываются и около 30 как раз-таки, о, у меня оказывается все не бесконечно. Кто ты по знаку зодиака? Дева. Ты веришь в гороскопы? Нет. Что хуже, потерпеть неудачу или так и не попробовать? Хуже, конечно же, так и не попробовать. Потому что, что такое неудача, по сути? Для нас это немножко такое, все равно негативное слово, даже вот неудача. Типа есть удача, это хорошо, неудача, это значит плохо. Но вспоминая свой опыт в жизни, как раз-таки в неудачах мы и растем. Там, где все гладко и спокойно, там скука смертная и нет никакого развития. Как раз-таки, когда у нас что-то не получается, когда что-то работает плохо, это же что? Это значит, типа, повод починить, повод сделать лучше. То есть, лучше ты без этого не станешь. Поэтому это всегда классно. Реально, у меня когда там с техникой какие-то проблемы, ну, с техникой, я имею в виду, там, камера, я что-то не понимаю, не понимаю, почему там звук здесь был плохой, почему там в монтаже я что-то неправильно сделала. Раньше я моментально уходила в позицию жертвы, такой, знаете, типа, да почему, да за что, я и так стараюсь. Но это, конечно же, неэффективно вообще. И в такой позиции ты вообще не учишься, получается, на своих ошибках. А это, наверное, самое ценное, что можно делать. Я не говорю, что сейчас меня не расстроит абсолютно какая-то поломка, или когда сбросится нафиг мой файл, например, или вообще все, что я монтировала, накроется. Но для меня это уже, как вы знаете, привычка, можно сказать. Секундочку я погрущу, и потом такая, окей, что мы будем делать, чтобы этого больше не было. Поэтому тысячу раз пробуйте, проверяйте все на практике. В моменты, когда лично я не знаю, а правильно ли я делаю вот это, а что надо делать, а может быть кто-то подскажет, даст нужный совет. Я лучшего совета не знаю, чем просто делать. На опыте все поймешь. Делай, 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 обязательно это к чему-то приведет. Насколько ты контролируешь то, что происходит в твоей жизни? Ой, процентов на 90. А хотела бы на 100, наверное. А надо бы на 50. Это очень интересная, кстати, тема насчет контроля, потому что на самом деле люди, которые такие достигаторы, желающие все везде успеть, у которых есть определенный план, каждый день там расписан, вы понимаете, о ком я, они на самом деле становятся менее гибкими со временем. И это нужно в себе вырабатывать. То есть контроль жизни, это не всегда классно. Как всегда, есть золотая середина. Если ты уже начинаешь бить тревогу и нервничать, когда что-то идет не по твоему плану, а потому что, блин, потому что вот так, ну потому что ты не можешь все запланировать, и тебе от этого плохо, вот это уже звоночек. Почему ты не можешь спонтанности дать волю? Ну вот даже до смешного. У меня это было еще в университете, когда я училась на первом, на втором курсе. Подруга меня позвала гулять днем, или это было ближе к вечеру. У меня в моем плане на день стоял, типа, перекус, и дальше делать надо было итальянский. Это такая комичная ситуация, тебе звонит подруга, говорит, ну что, пойдем пройдемся. И я такая, нет, мне сейчас нужно сделать перекус, чтобы потом не хотеть есть ближайшие полтора часа. И за эти полтора часа доделать итальянский, который мне нужно сделать к субботе аж, а сегодня понедельник. Этот навык мне помогал много раз в жизни. Я реально любила делать домашку на неделю вперед, потом освобождать себя и заниматься тем, что я хочу. Но опять же, где-то он вот такие вот моменты довольно-таки странненькие создавал. Потому что подруга меня вообще не поняла. Она такая, в смысле? Ты можешь просто пройтись со мной 30 минут сейчас? Твой любимый напиток? Травяной чай со сбором трав от мамы Дениса из деревни. Она сама собирает травы самые разные. Мы никогда не знаем, что это именно за состав. Я знаю, что там есть душица, мята, мелиса, чабрец немножко. Или нет, чабреца нет. Зверовой, по-моему, листы смородины, листы малины, кипрей и иван-чай. Это одно и то же или нет? В общем, там много всего, и это так вкусно. У меня прямо такое ощущение, что это чай исцеляющий. Когда я болею, например, я только на нем сижу. На нем и на бруснике. Два дня и как огурчик. Сколько детей ты хочешь? Пока что на данный момент 4 или 5. В смысле, не еще 4 или 5, а в общем и целом. Сейчас у меня уже есть один. Еще я очень хочу двойняшек. У меня есть предрасположенность, потому что у меня мама как раз с моей тетей, они двойняшки. Следующее поколение это я со своей сестрой, да? А как раз вот эта способность, по-моему, передается через поколение. И получается у меня, у моей сестры и еще у детей тети у нас у всех есть предрасположенность к двойняшкам. Я не представляю, как это тяжело. Это такой героизм, когда у тебя двое детей. В смысле двойняшки, двойняшки или близняшки. У кого двойняшки, это вообще что? Назови слова, которые ты интересно коверкала в детстве. Ой, таких очень много. Колготки я называла галелики. Чай с молоком, чай калем. Спасибо, пасиса. Интересно, почему я вообще до сих пор это помню, потому что мы в обычной жизни сейчас тоже это употребляем. Но самое мое коронное слово, которое просто меня на бис просили все говорить. У нас в саду, в Тагиле, где я проводила каждый раз лето, стоял умывальник. Это такое мини-корыто с такой пипочкой, откуда ты можешь черпать воду. Нет, не черпать. Она льется тебе. И я его называла не умывальник, а вылимантик. Это ж надо еще так исковеркать, такое сложное слово свое создать. Мы, кстати, с Евой, как только она начала говорить, а это где-то в год и два. Вот первые у нее слова начались всякие тем, тетем. Помните, вот это вот все? Тетем это означает, что это. У нее это такая эволюция, слов произошла. Было тетем. Вот прям вот один в один. Когда ей что-то надо было спросить, что это, она вот такую целую сиренаду пела. Потом это сократилось до просто тетем. Потом это сократилось до тем. И вот эта тем очень долго сохранялась. Она уже там выучила все слова. Она реально уже произносила там камера, гулять, идем гулять. Она уже соединяла словосочетания, но тем оставалась. И вот буквально месяца два-три назад она начала. Мама, что это? Что это? Что это такое? Я такая, нет, Ева, где твоя тема? Мы уже просто этот тем используем в жизни сами. Типа, что-то произошло, ты такой, тем. И мы эти слова, прямо их эволюцию записывали с Денисом в отдельную заметку, чтобы не забыть, потому что она очень быстро научилась говорить все правильно. И ты такой, блин, а где же прежние там слова, как она орешки говорила, о кешике, холодно говорила, хуйно. Ладно, следующий вопрос. За что ты больше всего благодарна в своей жизни? За здоровье своих близких. Первое, что пришло на ум, если нужно выделить что-то одно, сразу же не хочется выделять ничего материального. Ты сразу думаешь о том, что самое ценное, вообще самое ценное. И это, конечно, здоровье, и, конечно, это близкие люди, поэтому здоровье близких. Твой любимый цвет? Сейчас белый. Твой недостаток? Ой, наверное, это надо спрашивать не у меня, а у тех, кто со мной постоянно и загибать пальцы. Давайте я спрошу у мамы. Мне само интересно. Она сейчас, конечно, гуляет с Евой. Возможно, мне не ответит, а возможно, ответит. Алло? Мам, приветик. Привет. Мам, можно я твой ответ запишу на видео? Ну, то есть я тебе задам один вопрос, и ответ попадет на видео. А какой вопрос? А вопрос нужно назвать один мой недостаток. Я подумала, что мама лучше меня всего знает. Недостаток? Да. Да нет таких недостатков. Я что, ангел? Ну, раньше был один косяк. Ну-ка, скажи. Вспыльчивая очень. Не слушала какие-то доводы. Сразу так. Скочила, побежала. Ну, сейчас более так терпимо и стала, выслушиваешь. Все. Больше я ничего не понял. Все, закончилась. Было такое. У меня даже, знаете, какое было однажды. Мама до сих пор это вспоминает, что когда мы классом готовились к выпускному, даже не то, что к выпускному, а к последнему звонку в одиннадцатом классе мы собрались с девочками, сами такие активистки типа с двух классов одиннадцатый А, одиннадцатый Б. И мы давай думать, что мы можем такого классного сделать? Какие-то сценки смешные, чтобы было не просто типа вот по сценарию обычному рассказываете стишок, потом что-то поете, потом немножко потанцевали на месте и разошлись. А что-то реально интересное, сценки какие-то. Мы так долго думали. В тот момент я начала там монтировать какие-то аудиокусочки. Специально говорила, да, ребята, я все сделаю, это моя тема, я справлюсь. Мне кажется, мы могли готовиться в этот момент к ЕГЭ, но мы готовились к последнему звонку. И вот какое было наше разочарование, когда мы приходим со всем этим огромным сценарием, рассказываем нашей классной руководительнице, и она просто все отметает, она говорит, это все не подходит, это не наш формат. Вот у нас есть сценарий, мы будем по нему делать, потому что так все делали, потому что типа не рыбайтесь. Суть в том, что я прям на повышенных тонах с ней поссорилась, встала, хлопнула дверью, во-первых, типа активистка. Конечно, меня хотели привлекать во все эти штуки, чтобы где-то я говорила какие-то стихи, где-то выступала. Я такая говорю, в этом я участвовать не буду. И потом наша классная руководительница звонила моей маме домой и говорила, а что с Сашей происходит, почему она так себя ведет, хлопает дверьми. Да, я согласна с мамой на самом деле, я уже даже об этом забыла. Раньше это реально было более проявлено. Я не была терпимой к другому какому-то мнению. Мне было важно поспорить, и важно было, чтобы я оказалась правой. И этого стало меньше, значительно меньше. Наверное, после замужества этого стало меньше. И не потому, что я стала прогибаться под мнением, например, мнение мужа стало самым важным. Нет, мы с ним оба очень такие бараны. Оба хотели всегда стоять на своем, но оба благо поняли вовремя, что путь к гармоничным и счастливым отношениям это когда ты все-таки не всегда остаешься правым. Есть такая фраза еще, либо ты счастлив в отношениях, либо ты прав. Но мы с ним вдвоем над этим работаем. То есть прямо мы оба бараны и оба работаем над этим. А еще, знаете, мне чем помогла связь с психологом? Я и до него уже могла там не резко как-то реагировать, да, на какие-то фразы, на чье-то мнение, если оно не совпадает с моим. Но я это больше делала как типа надо, окей, я перетерплю, так нужно. А после связи с психологом мне стало очевидно, что есть мнение мамы, например, есть мнение моего мужа, есть мнение еще миллиарда людей, а есть мое мнение. И они имеют право существовать вообще в одной вселенной, в одной плоскости. И если они не совпадают, это не значит, что я какая-то плохая. То есть какими-то фразами извне меня не сломать. То есть самое-то главное, что я поняла, что мое вот такое сильное сопротивление раньше было связано с тем, что как будто на меня посягались. Типа на мое мнение, а значит на меня, а значит я какая-то не такая, я становлюсь менее уверена в себе, если я не права. А тут я поняла, что это не должно зависеть от чего-то мнения. То есть моя целостность и мое отношение к себе, оно должно оставаться на таком же уровне, независимо от того, что мне говорят. Это, наверное, наиболее важный навык, нежели просто заставлять себя молчать в тряпочку для счастливого будущего. О чем ты думаешь конкретно в эту минуту? Конкретно в эту минуту я думаю об этом своем недостатке, который был в прошлом. И о том, что только что сказала мама. И о том, какой будет следующий вопрос. Чего ты боишься? Ой, раньше бы я в первую же секунду сказала пауков. Потому что раньше я боялась пауков очень сильно. Сейчас мне осталось как-то ок. Я поняла, что все страхи, они подпитываются твоей же энергией. Когда ты перестаешь об этом думать, их как бы не становится. Очень прикольный пример мне психолог приводил. Он говорит, однажды ко мне пришла клиентка и сказала, я хочу проработать страх акул. Он говорит, как часто ты встречаешься с акулами в обычной жизни? Она отвечает, не встречаюсь. Он говорит, и зачем тогда? Иногда мы настолько себе надумываем какие-то штуки. Там посмотрели фильм Челюсти, например. О боже, я этого боюсь. А тебя в жизни обычно это вообще не окружает. То же самое у меня было с пауками. Помню, когда я впервые в Гарри Поттере увидела, что Рон Уизли боится пауков так же сильно, как и я. Я такая, о боже, я не одна такая. Значит, это нормально. Это должно существовать. И опять же, я понимаю, что это просто надуманно. Они не ходят каждый день по мне, и не пытаются меня убить. И вообще, есть такой мультик классный про паучка, который показывает, как выглядит ситуация с его стороны, когда ты большой такой, пытаешься там его где-то прибить тапочком, а он всего лишь искал там домик, где пожить. И раньше у меня вот этой эмпатии к животному миру вообще не было. Мне прям реально стыдно за некоторые поступки. Типа, вот это чувство, когда ты человек, и раз у тебя есть мозг, раз ты такой большой, ты имеешь право решать, жить кому-то вообще или нет. И здесь, окей, я не говорю о комарах, которые хотят высосать у тебя кровь, там как бы, либо ты их, либо они тебя. А, например, вот о пауке, который вообще тебя не трогает, а пауки вообще никого не трогают. Типа, они просто в углу там паутинку себе плетут. Я прям могла с ним разговаривать вслух. Я говорила, типа, ты платишь за жилье сейчас в моем доме? Почему ты здесь находишься? А, так я к чему все это говорила? Пауков сейчас я не боюсь. Не то, что я их буду обнимать и буду кайфовать, если они будут по мне ползать, но у меня уже нет такого маниакального какого-то страха. Если я их увижу, у меня сердце не содрогается. Но если говорить о чем-то более глубоком, какие иногда у меня мысли возникают в голове, хорошо это или плохо, но как есть. Я боюсь не реализоваться. Боюсь, что когда-то потеряю то, что имею. Мне кажется, у всех, кто прошел какой-то путь от не очень комфортной жизни, так скажем, к комфортной, у них на подсознании, на подкорке всегда есть такой вот моментик, а вдруг все вернется туда. И я не говорю, что там было плохо. Ну, то есть, условно говоря, качество и уровень жизни у меня явно вырос с момента, когда я жила и там родилась в своем городе и где я сейчас нахожусь. И я понимаю, что опять же не в этих материальных штуках счастье. Тем не менее, то, что дает уровень жизни мой сейчас, мне это нравится. Иногда пробегает такая мысль, что что будет? А это типа не навсегда, ведь возможно, все в нашей жизни идет периодами и возможно, когда-то я окажусь еще ниже где-нибудь. И что тогда? Как у всех людей, наверное, есть мысли, которые тебя куда-то загоняют, но потом ты такой осматриваешься, находишь минимум пять причин, за что ты можешь поблагодарить сегодняшний день, себя самого, отпустить ситуацию, сказать, да, все нормально будет, даже если я окажусь в жопе, я из нее вылезу, как вылез когда-то. Когда ты в последний раз говорила кому-то нет? Сегодня, когда покупала этот кофе, и Борис спросил, класть ли сахар, я сказала нет. Последняя прочитанная тобой книга. Психология влияния Роберт Челдини. Очень понравилась, очень рекомендую. Что тебя вдохновляет? Природа сто процентов. Это просто вот даже парк, просто посидеть среди вот этого островка природы, смотреть на деревья, прудик, да даже если это фонтан, просто, то есть вода какая-то, земля, небо, горы, горы, боже. Я бы хотела как-нибудь в своей жизни просто пожить в горах. Не приезжать туда и типа путешествовать, а прям пожить, чтобы это стало частью твоей жизни. Когда ты понимаешь, что ты, ты, ты вообще никто. Эта гора, она стояла до тебя, стоит с тобой, будет стоять еще, когда ты умрешь, когда умрут твои дети, когда умрут твои внуки, она будет стоять. Ну, если апокалипсис не произойдет, но в принципе ей ничего не станет. Вот это осознание. Музыка. Любой вид творчества. Самый дорогой человек в твоей жизни. Так нечестно, одного нельзя выбрать. Знаете почему? Потому что для меня самое главное это семья. У меня две семьи. Та, в которой я родилась и та, которую я создала. Получается, нужно выбрать два человека. И в первое, это, конечно, мама, а во второе, это, конечно, супруг. Что бы ты сделала по-другому, если бы у тебя была возможность еще раз прожить этот момент? Ничего. Абсолютно ничего. Все, что не происходило, оно сделало меня такое, какая и есть. Так что нечего менять. Даже если где-то было суперстремно, даже если где-то я поступала нелогично и сейчас бы я так не поступила, но я же здесь сейчас. Вот это реально вопрос про неудачи. Помните, самый там первый какой вопрос был? Без тех неудач я бы не поняла, как поступать по-другому. И это офигенно. Как нужно воспитывать ребенка? У меня, конечно, такой опыт огромный. Пятеро детей. Ну, пока что Еве всего два года, четыре месяца. И самый классный совет по воспитанию детей, как воспитывать детей, своим примером. Лучшего я не знаю. Говорить как надо и делать в этот момент по-другому, фигня полная. Ребенок будет делать не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. Поэтому, в любом случае, воспитывая себя, ты воспитываешь и ребенка, потому что он просто как копер все перенимает. Это твоя же школа жизни. Вот почему говорят очень часто, что рождая ребенка, ты сам перерождаешься, потому что ты прям как будто зеркало вот так вот ставишь наконец-то, да, и начинаешь в него смотреть вообще по-честному. Как ты себя ведешь, какие у тебя мысли возникают. В какое время тебе работает продуктивнее всего? Знаете, когда у тебя есть ребенок, любое время, выделенное на работу, будет продуктивным. Особо ты как бы не выбираешь. Потому что, если я дома, когда я с Евой, я не работаю вообще. Я ничего не делаю. Я не сижу в телефоне. Максимум, что я могу снять ее, но потом, например, обработать видео или потом смонтировать. То есть, я при ней не сижу, не залипаю, не обрабатываю ничего. Еще по утрам, первые часа два, я стараюсь вообще гаджетами не пользоваться. Единственное исключение, это когда я снимаю влог, и мне нужно подснять какие-то моменты, но, опять же, я не залипаю в камере, не залипаю в гаджетах, а я просто снимаю. Что ты можешь есть бесконечно? Овощной салат, который вот просто, знаете, огурцы, помидоры, куча зелени, масло, немножко соли, всякие кунжуты, авокадо, ну, короче, вот его я могу есть бесконечно. Цветную капусту, стручковую фасоль в соевом соусе, авокадо-тосты. Одна твоя цель на этот год. Если взять еще неисполненную, то это заехать в собственную квартиру. А из исполненных целей это начать танцевать. Я очень хотела начать танцевать, что-то такое активное. Это бешеная энергетика, очень такой сильный заряд. В течение дня буквально час. Что ты выберешь? Горькую правду или сладкую ложь? Конечно, горькая правда. Не признаю вообще ложь. Ложь и сплетни. Самое худшее, что, наверное, может быть. Если кто-то при тебе кого-то другого обсуждает, будь уверен, что без тебя он также обсуждает тебя. Невероятно, но факт. Ты бы предпочла застрять в сломанном лыжном подъемнике или лифте? Я бы предпочла не застрять. Если такого варианта нет, то в подъемнике. Конечно, потому что тут ты хоть можешь посмотреть на прекрасные горизонты, дышать свежим воздухом, если не минус 30, и есть уверенность, что ты не замерзнешь. Но в лифте это типа такое себе. Особенно, если свет выключат, то вообще как-то стрёмно. У меня нет клаустрофобии, но опять же, это все равно замкнутое пространство, все равно меньше для мозга уверенности, что это безопасно. Когда ты на открытом воздухе, в принципе, люди там рядом ходят, ну да, ты подвешен над пропастью, но скорее всего, скорее всего, подъемник скоро заработает, и ты поедешь дальше. Что будет после смерти? Твоя самая большая ошибка. Что ж у нас такие вопросы, как сеанс у психолога? Ну, наверное, я бы ответила «Держать обиды на сердце». В целом, долго держать обиды. Это такой дурацкий груз, который ты сам по своей воле носишь. Обиды, какие-то недосказанные штуки, мысли о том, кто что подумал. Я раньше прям жила в этом. Это, наверное, такая неуверенность в себе у меня была. Есть очень классная притча про груз, как раз-таки, который ты несешь. Так хочется вам рассказать. Притча называется «Мешок картошки». Ученик подходит к учителю, говорит «Ты такой мудрый, ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги мне быть таким». Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и задаешь обиду, сказал учитель, то возьми картофель, напиши на нем имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в пакет». «И это все?» – недоуменно спросил ученик. «Нет», – ответил учитель, «ты должен всегда этот пакет носить с собой, и каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель». Ученик согласился. Прошло какое-то время, пакет ученика пополнился картофельными и стал достаточно тяжелым. Его очень неудобно было носить всегда с собой. К тому же, тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся скользким гадким налетом, некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах. Напоминает, да, что-то? Ученик пришел к учителю и сказал, «Это невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый, во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое». Но учитель ответил, «То же самое происходит и у тебя в душе. Просто ты это не сразу замечаешь. Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, которые рождают зловонные пороги. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или наоборот обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз? Боже! Как я обожаю такие притчи, которые вот так наглядно на каких-то картофельных показывают то, что происходит на каком-то невидимом, на ментальном плане. Без чего ты не представляешь свой день? Ну, если банально, то без чистки зубов, без душа. Если поглубже, то, наверное, без утренних обнимашек наших таких семейных с Евой. Она сейчас еще такая милая стала. Ну, временами не совсем милая, но по утрам чаще всего милая, когда прям ее можно так обнять, погладить. Она такая мама, прямо в эти моменты можно проронить слезу. У тебя есть шрам на лице? Да. У меня есть два шрама аж на лице. Интересно, как хорошо вы меня знаете? Я столько показала вам уже макияжи вблизи, что, мне кажется, самые внимательные могли бы заметить, что у меня есть один шрам на глазу, на левом глазу. На левом же, да? Кстати, вот я не знаю, можно ли считать вот этот след новым шрамом? Потому что я была уверена, что он пройдет. Это Ева меня очень глубоко поцарапала, но в итоге он не проходит уже два месяца. Но мне кажется, он все-таки сойдет. Но про шрамы, о котором я говорила, это вот маленький шрамик, который не позволял никогда мне сделать длинную и такую дерзкую стрелку, ровную, потому что это такой залом в коже. Однажды мы с Лестрой поссорились. Так начинаются прекрасные истории. Так как она старшая, ключи от дома, от квартиры были у нее. И мы так с ней разругались дома, что я хотела уйти на улицу просто подышать, просто на качеле посидеть. Я не знаю, сколько мне было лет. И я у нее требовала ключи, а понятное дело, что я младшая, она не знала, что, куда я сейчас пойду, что со мной станет, если что, она за меня в ответе. Я рыдала прямо на полу в коридоре, просто дико орала, как ненормальная. И она уже такая, господи, заткнись ты, И кинула ключи, попала мне в глаз. Не в глаз, неправда, в веко вот сюда. У меня пошла кровь. Я была уверена, что у меня нет глаза. Это было такое первое ощущение. Такое, боже, я вижу или не вижу. То есть, она, ну, не специально, она просто бросила. Я там смотрела туда, в этот момент посмотрела на нее, поэтому так получилось, что она попала мне сюда. И она сразу же, конечно, запереживала. Пошла мне помогать, все промывать. Так мы как-то и помирились, вроде обе рассмеялись, но такой вот памятный шрам у меня на лице. Я о нем вообще ничуть не жалею. А второй шрам, он вот здесь, на губе. Он мне тоже мешает в макияже, потому что иногда, когда нужно проработать карандашом помаду, я по нему прохожусь. Из-за него можно соскользнуть карандашом за край губы. Это прям трешовая история, на самом деле. Знаете, на детских площадках есть такой а-ля аттракцион. Машинка или какая-нибудь лягушка на пружинке, типа, которая вот так туда-сюда, туда-сюда входит. У нас было такое развлечение с девочками из моего класса, когда училась в школе, в классе четвертом, пятом. Мы любили дико раскачиваться на ней. Я была тем самым человеком, который сильнее всего раскачивает. То есть туда, чтобы вы понимали, помещается один ребенок в нормальной ситуации жизненной. Мы туда заваливались четвером. Внутрь две девочки, там где руль, одна на капот садилась и одна на багажнике, та, которая раскачивает. И вот я была чаще всего той, кто раскачивает, потому что это очень мощно нужно было раскачать, что мы аж задевали капотом и багажником землю. И вот была зима, скользкие сапоги, вы понимаете, да? На машинке образовалась корочка льда тоненькая, поэтому в самый неподходящий момент я соскользнула, и вся эта махина машинки мне попала на губу. Я не знаю, как я не осталась без зубов, у меня сразу растекло вот так вот губу, как будто у меня рот, знаете, как у этого джокера, типа, порвался. Я прям помню этот момент, я иду по снегу, и за мной кровь вот так вот капает. По снегу, по следам можно было проследить, куда я иду. Сразу же я позвонила маме, такая, говорю, мам, спокойно, у меня порвана губа, у меня течет кровь очень быстро, приедешь за мной? Мама, конечно, была на работе, но помню, она приехала, сразу меня забрала, отвезла домой, потому что у меня было немножко шоковое состояние, типа, было вроде и больно, и дико смешно от всего этого. Поделись своей странностью. У меня была странность, самое интересное, что она была буквально до недавнего времени со мной. С самого детства я не могла вытираться полотенцем мокрыми руками. В чем фишка, в чем прикол? Я не могла трогать мокрыми руками шершавое полотенце. И то же самое происходило с мокрыми руками и бумагой, например. И вообще, когда кто-то листал книгу и начинал вот так вот страничку шершать, вот, ну, типа вот в пальцах перебирать, у меня сразу же шли мурашки дикие. То есть, это не те приятные мурашки, которые как тебя там гладят, у тебя какое-то приятное чувство, когда тебе волосы там чешут. Нет. Это противные мурашки, как, знаете, когда ногтями скрежут по доске. И я не понимала, с чем это связано, потому что ни у кого такого не было. Это самое удивительное. Ладно, если бы у кого-то еще такое было, но никого в моем окружении не было. Я из-за этого перестала вытираться полотенцем вообще. Капала вниз на коврике, ждала, пока это произойдет. И потом только выходила из ванной комнаты. И мама даже какое-то время думала, что я прикалываюсь. Типа я, например, отказывалась тряпкой мыть какие-то поверхности, потому что при соприкосновении мокрых рук и сухой тряпки мне было прям фигово. И я решила с этим разобраться у психолога. Потому что я не понимала, где может открыться какая-то причина. Очень интересно, что он мне рассказал вообще, как могут происходить вот такие затупы, какие-то, можно это назвать, микротравмой какой-то. Возможно, вполне возможно, что когда мне было месяцев 6, не знаю, меня там вытащили из воды, но в этот момент, например, что-то произошло. Я чего-то испугалась, какой-то может быть громкий звук, кто-то зашел, начал там, может быть, ругаться, может быть, чем-то стукнулось, где-то мне было неприятно. Короче, суть в том, что мозг принял внешние вот эти параметры, прикосновения моего мокрого тела и полотенца, и какую-то опасную ситуацию сформировалась такая связка, небезопасно. Как иногда мозг решает, что опасно, что безопасно, например, и как формируются какие-то иногда травмы. Это вообще так интересно, насколько странные могут быть события. И сейчас, неважно, что все безопасно, никто там ко мне не ворвется и никаких резких звуков не произойдет. Каждый раз, когда я укутывалась полотенцем, мой мозг выдавал вот этот вот паттерн, вот этот сигнал. Опасность, там тебе неприятно, нужно защититься нервной системой, нужно выработать вот эти вот мурашки какие-то. Когда вот мне подобные ситуации рассказывают, я думаю, насколько же наш мозг интересный, насколько же мы мало о нем знаем и как классно в этом всем копаться, разбираться и понимать, откуда лезут корни вообще. И к чему я это вообще веду? Что я хотела с этим покончить, потому что мне это портит жизнь. Я не хочу чувствовать неприятные ощущения каждый раз, когда читаю книгу и кто-то там может пошуршать страничками. Я не хочу чувствовать неприятные ощущения, когда вытираюсь полотенцем. Мы сделали небольшое погружение в подсознание. Это никакая не магия, никакой даже не гипноз. Это просто воспоминания. Я постаралась вспомнить самый-самый первый раз, когда мне было неприятно, когда меня вот там вытирали, например. И вообще не факт, что именно в эту ситуацию произошла вот эта микротравма, но просто я ее вспомнила. Мне было 5 лет, папа меня доставал из ванны и вытирал зеленым, как я сейчас помню, таким жестким полотенцем. Мне было неприятно. Я не помню, сказала я ему об этом или нет. Психолог задал грамотные вопросы, на которые я ответила и поняла, что мне не нужно защищаться. Я дала своему мозгу понять, что все хорошо, я в безопасности, мне не нужно возбуждать свою нервную систему каждый раз, когда я трогаю полотенце, салфетки, книгу, какую-то бумагу и так далее. Это было мощнейшее открытие, как я сама же, ничего физически не делая, а просто ответив на какие-то вопросы, дала своему мозгу понять, что можно так, и у меня сейчас этого нет. Я могу потираться полотенцем и ничего не испытывать. Я не могла этого делать 20 почти лет. Хотела бы ты когда-нибудь сделать пластическую операцию? На данный момент мой ответ нет. А сколько лет был твой первый поцелуй? В 12 лет. Это было под черной лестницей, типа черный ход в нашей школе. Так звучит, блин, под лестницей, черный ход. Нет, все было нормально и с мальчиком, который мне нравился, с которым мы даже встречались потом, да, в 12 лет. Ну, как бы, как встречались? Мы просто... Он провожал меня до дома и мы сидели иногда за одной партой. Что тебе ближе? Быть примерно девочкой или оторвой? Конечно, второе. Как полюбить себя? Если кратко, то действиями. Это самое эффективное. Можно тысячу разных ответов дать на этот вопрос, но это точно действенный способ, потому что доказано, что чем больше мы для кого-то что-то делаем, тем больше мы ценим этого человека. Значит, точно так же будет работать по отношению к себе. Если ты больше делаешь для себя каких-то приятных штук, это можно составить целый список. У меня есть целое видео на самом деле на эту тему как любить себя действиями, потому что там как-то это более структурировано и прям, ну, целенаправленно такая тема. Давайте я вам вот сюда вставлю это видео. Твой любимый фильм? Ой, у меня очень много. Ну, не очень много, но несколько таких вот любимых из недавнего, несмотря на то, что это не новый фильм, это аватар. Я думала, что это какая-то бредятина, типа какие-то синие чуваки. Я когда видела обложки, такая, ну, какой-то аватар. И поэтому я посмотрела его только недавно, когда мне уже все сказали, как ты не смотрела? И как он мне понравился. Он прям сразу же стал моим самым любимым, ну, одним из самых любимых. Также фильм огнеупорный, очень классный. И, да, совершенно другой жанр, только более веселенький, комедийный, но там очень мудрая мысль заложена. Звездочки на земле. Фильм, от которого я всегда плачу, тоже с очень глубоким смыслом. И еще один фильм, который вот сейчас вспомнила, это Хижина. Но я предупреждаю, если вы вдруг захотите его посмотреть, это мрачноватый фильм, но мне очень нравится его задумка и идея. Это вот в целом соотносится с моим ответом на вопрос, что будет после смерти, про вот этот закон Сансары. Нужно прям быть готовым, чтобы посмотреть его с определенным настроением. Не типа, а, что посмотреть там вечером под пиццу. Прочтете описание небольшое, наверное, и вам станет понятно. Самая дорогая вещь, которую ты себе покупала. Наверное, типа, техника это не самое интересное, потому что техника, конечно, дороже всего. Компьютер iMac, это MacBook, и это то, на что, наверное, я никогда, не наверное, на это я никогда не жалею денег. Я как раз в честь семилетия канала решила обновить свою технику. Сейчас я еще снимаю на старую камеру, хочу купить новую камеру, чтобы была еще более качественная съемка. И опять я сменила тему, конечно же. Вообще, сейчас, наверное, всякие бизнес-коучи, коучи по финансам скажут, что это неправильно, что это ограничивающее мышление у меня, возможно. Но мне реально не доставляют удовольствия какие-то брендовые вещи. Может быть, пока что у меня нет в этом особой ценности. То есть, мне в приоритете, чтобы у меня была качественная вещь, удобная, красивая, чтобы она мне нравилась. Но когда это вопрос сотни тысяч за какую-то деталь, гардероба или аксессуар, я не понимаю этого. Искренне пока что не понимаю. Мне не жалко денег на путешествия, мне не жалко денег на развивашки Евер, ее обучение дальнейшее, на свое обучение, на свою вот технику. Конечно, мне не жалко денег на одежду, но, типа, можно качественную одежду найти не за сотни тысяч. Я бы я про это. Самый дорогой аксессуар, который я сама себе купила, не типа по бартеру, это были очки, которые на зрение. Я сначала нашла оправу и потом увидела, что это Прада. Но я понимаю, что это вещь, которую я каждый день буду надевать, которая может служить в принципе бесконечно, потому что ты поменяешь линзы, например, если даже зрение как-то изменится, поменяешь линзы, а оправа останется той же. Она очень красивая, стильная, я получаю от нее эстетическое удовольствие. И, возможно, люди, которые покупают себе сумки или аксессуары за сотни тысяч, они точно так же мыслят, просто у них, например, уже и доход раз в сто больше, выше, например. Но я вижу, как это приносит некоторым людям реально энергию, такое вдохновение, когда они вот что-то себе покупают. Это же иногда даже не столько про саму вещь, которую он потом носит, а про вот этот энергообмен, когда ты обналичиваешь вот такую сумму, ты понимаешь, что ты сейчас это себе позволил, ты это потратил. Я представляю, что это такое, но я говорю, у меня это больше работает с путешествиями, когда я позволяю себе комфортный отдых где-то, я понимаю, что вау, круто, раньше такого не могла себе позволить, сейчас я могу в таких условиях здесь побывать, тут пожить. То, что она очень многогранная, мне нравится, что я могу побывать и сценаристом, и актером, и монтажером, и режиссером, пиарщиком, это такие роли, которые я меняю на дню несколько раз. Еще мне нравится то, что я могу меняться и оставаться собой, и это все равно будет кому-то интересно, и я все равно буду продолжать то, что делаю, потому что раньше у меня была такая мысль, абсолютно тупейшая, никому не рекомендую так мыслить, когда вы создаете блог, что типа вот, ты определился с темой и тебе надо ее фигачить всегда, вот у тебя есть сейчас аудитория, раз она ей понравилась, это, да, значит надо именно продолжать в этом русле, неважно нравится тебе или нет. Алло, ты для чего создавала блог? Совершенно другой вопрос, если блог это коммерческое что-то и есть реально определенная тема, например, там кулинарное шоу, туда приглашают поваров, ну и там, не знаю, тема определенная канала, это вообще без вопросов, но когда это личный блог и когда ты пришел на свой канал, создал свой канал с любовью, с желанием делиться тем, что тебе по-настоящему интересно, ты уже не клиентов находишь, как бы, а аудиторию, твоих друзей, и я как будто в какой-то момент об этом забыла, я думала, так, если вот это заходит, надо это делать, надо делать то, что в первую очередь откликается тебе, это первый вопрос, ты основатель этого блога, не будет тебя, не будет этого двигателя, не будет вообще ничего, поэтому я безумно рада, что я могу, как река течь, быть разной, и все равно заниматься тем, что мне нравится, я недавно думала действительно о том, а буду ли я вести канал через 20 лет, например, когда мне будет там 50, 60 лет, возможно, да, почему бы не сделать это каналом, который будет перерастать в нечто серьезное в какой-то момент, менять разный формат, рубрики, может быть, мы в 70-60 лет с вами будем вместе копать грядки, я вам буду рассказывать про лайфхаки огорода и называть до сих пор вас красотками, между прочим. Твое хобби? Барабаны, однозначно, сейчас это барабаны, это прям моя душа, кайфую невероятно. В инстаграме я периодически выставляю какие-то сюжеты с уроков, так что, переходите, наблюдайте, если вам интересно. Какой у тебя размер ноги? У меня 41 размер ноги. Что из еды ты никогда не пробовала, но очень бы хотела. Мне кажется, такого нет, реально такого нет, потому что, если я это очень сильно хотела, то я когда-то, наверное, это уже попробовала, то сейчас вот нет такого даже вот это точно хотела бы. Но зато я в этой теме вспомнила самое такое интересное впечатление, это наш поход с Денисом в Мишленовский ресторан, это было в Германии, в Берлине, я не помню, сколько там было звезд Мишлен, одна, две или три, то есть там не столько ты еду даже пробуешь, сколько вот эта вся атмосфера, вот эта подача, это так интересно. Молекулярная кухня, как тебе приносят на вот такой большой тарелке какое-то супермаленькое блюдо, а ты угадываешь его вкусы. Это было так интересно, мне очень запомнился этот опыт, так что да, вот его бы я с удовольствием повторила. Что самое важное в жизни, что ты поняла? Что очень важно оставаться собой и слушать себя, потому что у нас настолько много вокруг информации, шума, людей, мнений, особенно если вы живете в городе, особенно если вы сами себя еще окружаете вот этим потоком информации, много на кого подписаны в соцсетях, слушаете радио каждый день, очень много вас окружает, очень легко потеряться и перестать вообще слышать себя, потому что чем громче здесь, тем тише здесь и наоборот. Ключи-ка последнее аудиосообщение из Телеграм или Ватсап. О, это интересно. Это, наверное, будет от мамы. Или подожду, когда Денис заберет Еву от меня на машине, а к вам съезжу за лекарством, потому что мне его 7 часов принимать надо, съезжу к вам на велосипеде. Мне надо просто было подумать об этом раньше, спросить, летите вы, не летите, чтобы Денис это лекарство взял с собой. Летим, не летим, эта мама говорила про воздушный шар. У нас на сегодня с Денисом было запланировано полететь на воздушном шаре. Это еще подарок, часть подарка на мой день рождения. В день рождения была нелетная погода, сегодня тоже нелетная погода, и нам опять перенесли. Короче, суть была в том, когда забирать Еву сегодня после вот этих съемок. Как ты думаешь, в чем смысл жизни? В том, чтобы сделать его чуточку лучше. Кто на сколько сможет. Что ты будешь делать после того, как снимешь это видео? Я пойду танцевать на зумбу. Что ты выберешь? Год не путешествовать или год не пользоваться телефоном? Ой, конечно, я выберу год без телефона. Год без путешествий ни за что. У меня, кстати, останется ведь камера, у меня же заберут только телефон, значит, я даже смогу снимать, я смогу монтировать, раз у меня забирают телефон, а не ноутбук. Так что вообще без вариантов. Теневая сторона жизни блогера. Ой, об этом можно снять отдельное видео. Тут столько всего, начиная с постоянной оценки тебя, любую информацию, которую ты выдаешь, ты выдаешь ее на публику, а значит, любой имеет право написать свое мнение и от тебя зависит, как ты будешь к этому относиться. И это такая школа личностного роста, я вам скажу. То есть, почему многие реально уходят в депрессию, перестают вообще вести блог, становятся очень зависимыми от хороших комментариев. То есть, это опять же про тот вот стержень, который есть внутри тебя, либо его нет внутри тебя. И ты либо миришься с тем, что тебе могут писать что угодно, и вот как я уже говорила где-то, не помню когда, в одном из вопросов, что ты и твое самоощущение не должно меняться от этих комментариев. И это очень звучит просто, на деле это реально сложно. Одно дело, представьте, вам в жизни кто-нибудь там говорит постоянно, у тебя не получится, ты неинтересный, ты тупой, здесь ты не прав, а тут тебе это говорят сотни людей, например. Ну, особенно, когда чем больше аудитория, тем больше всякого шлака тоже попадается, просто некоторые заходят, напишут какую-нибудь ерунду, уйдут, забудут вообще об этом, даже не подписаны на твой канал, а ты это прочитаешь, потому что для тебя это дело души, потому что тебе интересна обратная связь. И самое, что дурацкое можно сделать, это отождествлять себя с блогом. Это такая ловушка, в которую попадает, мне кажется, каждый, и это опять же тот самый опыт, из которого ты, который ты должен приобрести и выйти из него. В какой-то момент, я уверена, с любым блогером это происходит, он начинает думать, что он, это и есть свой блог. Если о нем такое пишут, значит, он такой. Если он где-то там непродуктивный, мало постов написал, начинает там себя с кем-то сравнивать, это же тоже постоянно социальная какая-то гонка, он тоже себя винит. И в итоге это уже получается нелюбимое дело, постоянно нужно что-то доказывать. Это и выгорание, потому что, если речь идет о чем-то творческом, то есть, это не механическая работа, чтобы снять видео, тебе тоже все равно нужна какая-то энергия, вдохновение. Ты не можешь вот с таким вот лицом механически как-то записывать, ты все равно это передаешь. И это будет видно. Когда последний раз ты была у врача? И у кого? Буквально в конце августа я делала полный чекап анализов. Но это получается я была не у врача, у меня же медсестра брала анализы. Значит, если врач, прямо прием у врача, это был гинеколог, в июле просто плановый осмотр. Чтобы ты никогда не стала рекламировать? О, это очень длинный список. Люба сейчас не даст соврать, это моя помощница, менеджер по рекламе, да и многим другим вопросам. Мы отказываемся от 90%, наверное, предложений. Но строго, где прям кред-запрет, это алкоголь, сигареты, казино, любые там азартные игры, аптека, ну, то есть лекарства. А если так обобщить, то можно сказать то, что я бы сама не купила. Еще я не рекламирую личные блоги. Если только это реально не личная какая-то рекомендация по моей воле, от души, то есть вы помните, например, видео про подготовку к беременности и к родам, я абсолютно по своей воле порекомендовала каналы, которые мне помогли. Никто меня об этом не просил, но я понимаю, что это невероятно полезная информация, что мне проще сейчас дать вам источник, нежели самой переговаривать какие-то вещи и быть некомпетентной в этом. Но так типа подпишитесь на вот эту девочку, она снимает о таком-то. А сама я ее не смотрю никогда, вообще в жизни такого не представляю, потому что это такая ответственность за этого человека. То есть я переношу свою аудиторию туда, говорю, там полезно или там можете найти это и это. А я вообще не знаю этого человека, как я могу это делать. Кофе или матча? Кофе. Однозначно. Итак, у нас 50 вопрос, надо подготовиться. Ты будешь продолжать вести канал? Конечно, что за вопрос? Я уже раньше ответила в итоге на этот вопрос, конечно, я буду продолжать блог. А то реально могло звучать так типа 7 лет каналу, закрываемся. Нет, 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 нет. Так вы быстро от меня не избавитесь. У меня были самые разные периоды в блоге после рождения Евы. Я реально думала, что это прям будет сложно. Ну, и так было сложно, признаюсь честно, но я даже больше переживала за наш с вами коннект. Будет ли вообще совпадать то, что нам интересно? И, конечно, произошел отсев. Я видела это на деле, я видела это по комментариям, но также я и видела, что приходит новая аудитория, новые люди, которым это интересно. От себя я хочу просто сказать вам огромное спасибо за то, что вы со мной, за ваше доверие, за наш с вами контакт. По сути, я сейчас просто говорю с камерой, вот так это внешне смотрится, но записывая это видео, я представляю, конечно, не камеру, а сидящих вокруг меня, таких же, как я, девчонок, которым есть что обсудить, в которых есть что-то общее. И по такому приятному поводу я решила сделать самый масштабный конкурс на моем канале. У меня были конкурсы, когда был один победитель, три победителя, пять победителей, но никогда не было аж сто победителей. Нет, вообще, конечно, я бы каждому с удовольствием что-то отправила, или со всеми вами вообще встретилась, устроила одну большую глобальную фан-встречу, но это физически невозможно, поэтому хоть так я вас отблагодарю. Я хочу разыграть сто сертификатов на тысячу рублей в эко-маркете Фо Фрэш, которых я люблю и обожаю всем сердцем. Это самый большой магазин натуральной косметики, полезных вкусняшек, бытовой нехимии. Вы точно найдете, что там для себя приобрести. Условия у нас прежние. Нужно подписаться на мой канал, нужно подписаться на мой инстаграм и также написать комментарий. Я вам уже много идей для ваших комментариев дала за это видео, но не забыть свой аккаунт инстаграм упомянуть, чтобы я могла с вами связаться. Я вас, красотки, всем сердцем люблю, обнимаю и улыбайтесь чаще. Мы с вами увидимся совсем скоро.